МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящий момент уголовное дело возбуждено за хранение наркотических средств в особо крупном размере, но в рамках уголовного дела, естественно, будет устанавливаться, забывал ли он наркотические средства или действительно выращивал только для себя. Сызрань, улица Ульяновская. Видео этого ЧП выложил в интернет один из очевидцев. Горит пассажирский автобус ПАС. По данным МЧС, сначала вспыхнул моторный отсек, после пламя быстро перекинулось на салон. Обошлось без пострадавших. Водители и пассажиры вовремя успели покинуть автобус. Точная причина загорания устанавливается. 104 преступления за минувшие сутки. В основном кражи и грабежи. Около половины дел уже раскрыли. Тольяттинские полицейские задержали девушку. По версии следствия, она, вооружившись ножом, попыталась ограбить мужчину. Полицейские установили, что подозреваемая в разбое, нигде не работающая, 19-летняя местная жительница, уже имеющая судимости за грабеж. Несколько лет назад она совершила ограбление девушки в центральном районе Тольятти. Тогда ей удалось похитить денежные средства и сотовый телефон. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемая заключена под стражу. Силовики проверяют ее на причастность к другим преступлениям. Если ее вину докажут, задержанной грозит до 10 лет лишения свободы. Четыре пожара в области за минувшие сутки. Из них два в жилом секторе. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Вызов на ЧП в железнодорожном районе Самары поступил на пульт дежурного в 0 часов 39 минут. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на общей площади 20 квадратных метров. К месту пожара прибыли 7 тениц основной специальной пожарной техники, 20 человек личного состава. Пожар локализован в 0 часов 53 минуты, ликвидирован в 0 часов 56 минут. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.